В царстве животных полно опасности. Зверям приходится ежедневно бороться за выживание. Те, кто оказался сильнее остальных, заняли место на самой вершине пищевой цепи. Именно про этих невероятно сильных и умных хищников я и расскажу вам сегодня. Волки занимают своё место на вершине пищевой цепи не столько благодаря силе, сколько из-за высокого уровня интеллекта и социальной организации. Волки всегда охотятся стаей. Если же волка изгоняют из стаи, он обречён на гибель. Ведь в одиночку поймать добычу ему удаётся крайне редко. На этих кадрах вы видите, как волки нападают на сородича, который, видимо, в чём-то провинился. А так проходит охота на оленя. Стая волков долго преследует жертву, а когда та выбивается из сил, кусают её за бока до тех пор, пока не повалят на землю. Из-за того, что волки всегда действуют сообща, порой они нападают даже на медведей. Стая волков окружила стадо бизонов. Животные сбились в кучу. Пока они вместе, волки не решатся напасть. Но внезапно бизоны запаниковали и начали бежать, оставив пару особей позади. Белого медведя по праву считают одним из самых жутких и свирепых хищников на планете. Их вес достигает 700 кг, а рост равен примерно 3 метрам. Канадец Марк решил держать одного из них в качестве домашнего питомца. Вернее, одну из них. Эту белую медведицу зовут Эджи, и глядя на неё, сложно представить, на какие зверства способны её сородичи. Этот медвежонок напоминает мультяшного умку и вызывает умиление. Но когда он вырастет, этому морскому котику лучше держаться от него подальше. Тигры давно заработали репутацию самых опасных хищников. Самым крупным из них является самурский тигр, длина которого достигает 3 метров, и это не считая хвоста. На коротких расстояниях тигры способны развивать скорость до 60 километров в час. Эти животные невероятно прыгучие. Длина их прыжка доходит до 6 метров, а высота – до 5. Бенгальский тигр доминирует практически над всеми остальными представителями семейства кошачьих и при необходимости лихо расправляется с сородичами. Эту храбрую женщину, которая кормит тигра с рук, зовут Дженнис. Похоже, тигры действительно ласковы по отношению к ней. Вот только в отличие от кошек, они не умеют мурлыкать. Самым опасным соперником для тигра может стать только другой тигр. Ну или лев. Силы этих хищников примерно равны. Когда дерутся маленькие тигрят, это кажется милым. Но если два взрослых тигра вступают в схватку, то от этого зрелища кровь стынет в жилах. Например, эти тигры встретились на обочине дороги, и жестокая схватка произошла прямо на глазах у туристов. А эту невероятно зрелищную схватку двух тигров удалось снять посетителям зоопарка. Несмотря на то, что тигр является сильнейшим хищником, только одна из десяти его охот оказывается успешной. На этих кадрах вы видите, как тигр гонится за коровой, но она убегает от него. Пума – это невероятно грациозное и опасное животное, которое в своем ареале обитания занимает доминирующую позицию. Они яростно защищают свою территорию, площадь которой может достигать 200 квадратных метров. Эта пума охотится на гуанаку, животное семейства верблюдовых. Она бесшумно подкрадывается и атакует. Погоня пумы за добычей в 80% случаев проходит успешно, но на этот раз жертве удалось сбежать. Эта пума выбрала себе в жертву ленивца. Ее вовсе не остановило, что он находится высоко на дереве. Хищница ловко и быстро вскарабкалась вверх, вцепилась зубами в жертву, а затем спрыгнула вниз с добычей. А в охоте на зайца пума демонстрирует свою невероятную скорость и ловкость. Но так как видео обрывается, мы так и не узнаем, чем закончилась погоня. Комодские драконы – это самые крупные и опасные ящеры в мире. Длина некоторых особей достигает метра. Эти ящеры способны одолеть животных, которые гораздо крупнее них самих. На этих кадрах вы видите, как комодские драконы дерутся между собой. Теперь вы можете оценивать их силу и решительность. Эту черепаху не смог защитить даже ее панцирь. Комодский дракон просунул голову внутрь и съел черепаху. Правда, теперь и сам он оказался в ловушке. Но как следует встряхнув головой, ему все же удалось освободиться. Ласка – это очаровательно миниатюрное юркое и проворное создание. Но пусть их внешность не вводит вас в заблуждение. Это искусный и умелый охотник с суровым нравом. Это самые маленькие хищники в мире, но при этом одни из самых опасных. Эта ласка охотится на зайца, который раз в пять крупнее ее. Тем не менее, ей быстро удается догнать и одолеть свою жертву. Тактика охоты у ласок такова – они стараются укусить свою жертву в шею и вывихнуть ей шейные позвонки. После этого животное парализовано и больше не может сопротивляться. В среднем в сутки ласка должна съедать мясо не менее 30% от собственного веса. В зимний период ласки все время проводят под снегом, бегая по многочисленным ходам, оставленным грызунами. Они легко находят добычу и атакуют внезапно. Сегодня на обед у ласки этот жирный заяц. Благодаря сообразительности и ловкости этого зверька от ласки практически невозможно спрятаться. Казалось, что в своем домике белочка в безопасности, но ласка проникла и туда. Невозможно говорить о самых опасных хищниках и не упомянуть львов. Недаром этого зверя называют царем зверей, ведь он охотится на самой вершине пищевой цепи. Это кровожадные свирепые хищники, которые не остановятся ни перед чем. Самцы охотятся редко, обычно пищу добывают львицы, а лев охраняет территорию. На этих кадрах вы видите, как проходит охота на жирафа. Но бывают и львы-одиночки. Они самостоятельно добывают себе добычу. Этот лев пытается одолеть слоненка. Львов боятся все остальные представители кошачьих. Как видите, леопарду лучше не соваться на львиную территорию. Группа гиенновидных собак встретилась с львицами. Эти хищники претендуют на ту же добычу, что и львы. Но, по-моему, очевидно, что у львов явное преимущество перед псами. Конечно, даже у таких первоклассных охотников, как львы, случаются осечки. Например, эта львица попыталась утащить детёнышей зебры, но его мать сумела дать отпор хищнице. Львы не боятся нападать даже на крокодила. Это очень опасно, ведь острые зубы крокодила могут сильно ранить льва. Прокусить толстую шкуру рептилии непросто, но у неё есть слабое место – шея. Если льву удастся вцепиться в неё, то крокодил проиграет битву. Однажды удалось снять на видео захватывающую битву льва и медведя. Оба хищника являются очень опасными. Медведь не намерен сдаваться, он долго сопротивлялся, но в конечном итоге ему пришлось спасаться бегством. Львы часто сражаются друг с другом, чтобы отстоять свою территорию и гарем. В неволе подобные схватки происходят чаще, ведь животным не удастся избежать встречи друг с другом. Сложно поверить, но жестокие хищники могут быть ласковыми и преданными. Этого льва зовут Юпитер. На этих кадрах его навещает женщина, которая растила его с детства. Юпитер не хочет отпускать свою подругу. Орёл – это зоркий, сильный и очень опасный властелин неба. Орёл способен часами парить в небе и атаковать животных, которые в несколько раз крупнее его самого. И это при том, что и сам орёл вовсе не маленький. Длина его тела почти метр, а размах крыльев – до двух с половиной метров. На этих кадрах орёл атакует волка. Мы не знаем, чем закончилась эта охота, так как видео обрывается, но у орла явно были шансы на победу. На этих кадрах вы видите, как своими мощными когтями орёл впивается в тело оленя и поднимает его в небо. Это видео доказывает, насколько сильны эти птицы. На этих кадрах орёл пытается атаковать кенгуру, но ему так и не удаётся выбрать подходящий момент для нападения. Эти кадры удалось снять в национальном парке Крюгера, который расположен на юге Африки. Орлу удалось поймать огромного варана. Он удерживает свою жертву в цепких когтях и ни за что не выпустит. Орлы – отличные рыбаки. Зоркое зрение позволяет им разглядеть рыбу в воде. У этого орла сегодня отличный улов. Но чаще всего в рационе орлов появляется свежая зайчатина. Иногда орлам приходится сражаться друг с другом за добычу. На этих кадрах вы видите схватку двух белоголовых орланов. Красота этих хищников сделала их национальными птицами США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова